Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня я снимаю на свою влоговую камеру, то есть я снимаю сейчас контент мне на телефон. И сегодня у нас достаточно такое разнообразие. Спринг роллы я приготовила впервые. Я их никогда не пробовала, но я уверена, что мне понравится, потому что здесь состав креветка, которую я просто обожаю. Авокадо, творожный сыр, здесь морковка. В общем, все самое вкусное. Поэтому я уверена, что мне понравится. И в рисовой бумаге это все делала. Посмотрите, как красиво смотрится. Пахнет тоже естественно. А кто кушает, то приятного аппетита всем. Не забывайте подписываться на мой канал. Я немножко пропала, признаюсь. Но я буду исправляться. И у меня, знаете, целое приключение. В общем, я все разложила. И обнаружила, что, оказывается, у меня не работает микрофон. Эпизодом, это скотируй о-! С морозvers . О-! Это скотируемые. эта камера чуть хуже снимает потому что предыдущую камеру я продала я вам говорила в этом мухбанке о том что я хочу ее продать поэтому не знаю как вам качество мне кажется хуже чем на мою другую большую камеру то есть я ее еще не передала я решила раз я ее уже продала то есть девушка которая у меня купила моя подписчица она сейчас находится на отдыхе она не смогла забрать но просто кинул мне на карточку всю сумму я в свою очередь отложила камеру и уже на нее больше не снимаю как только она приедет с отпуском мы с не встретимся я ей передам но в первую очередь мы обязательно пойдем проверять камеру потому что всякое может быть я человека не знаю человек меня тоже не знает я в своей камере уверена просто на сто процентов на миллион процентов я в неуверенном поэтому я хочу ее проверить то есть элементарно может быть такой случай человек например взял камеру начал что-то снимать начал какой-то контент потом понял что это не его просто захочет вернуть камеру или человек у меня ее взял уронил или что-то произошло я вас в ответе за то что она сейчас в идеальном состоянии несмотря на то что она прослужила мне достаточно долго она в идеальном просто состоянии она ни разу меня не подводила поэтому я как бы себя подстраховываю мне канон 700 д и продала я ее за 350 монат я знаю что вы мне будете писать что я ее продала слишком дешево я могла бы ее продать дороже да но я хочу быть по-настоящему справедливой действительно этой камеры я долго пользовалась поэтому я считаю что это нормальная цена для нее плюс еще она очень удачная потому что после появления этой камеры мне канал сразу прям подскочил вырос с этой камеры мы набрали первые десять тысяч подписчиков потом первые сто в общем девушка которая у меня приобрела она тоже хочет вести youtube канал я решила ее поддержать я ей сказала что обязательно твое первое видео я репостну к себе в сообщество и одна из подписчиц мне написала айка почему ты все эти плюшки не сказала до того как ты продала камеру что она везучая что ты репостнишь видео и так далее так вот если бы я это сказала вначале это бы просто выглядело так что я пытаюсь кому-то просто продать свою камеру это на самом деле не так почему же я все-таки решила ее продать я последнее время очень много влогов и вообще контента снимаю на телефон даже некоторые мупанки снимаю на телефон и мне удобно в прошлом по моему году папа приезжал сюда и привез мне вот эту камеру это canon j7 x mark 3 очень популярная камера блогеров поэтому у меня есть еще и она и еще есть большая камера canon я подумал зачем мне столько еще плюс брат он говорит что технику без дела оставлять нельзя то есть если ты не пользуешься камерой обязательно ее нужно продавать то же самое касательно телефонов если ты не пользуешься телефоном обязательно телефон нужно продать ну я раскинула мозгами и поняла что на самом деле я не пользуюсь а точнее телефон и одна камера это абсолютно достаточно я решила продать и сразу продала буквально я выложила историю и где-то за 15 минут я ее продала очень вкусно есть креветочка а еще на днях сделала кератин я просто в восторге девочки от этой процедуры вы просто посмотрите на эти волосы они идеально ровные у меня просто в голове задается только один вопрос почему я раньше не делала эту процедуру она настолько крутая снимала контент в общем очень удобно кто-то сейчас напишет это вредно и так далее а каждый день выпрямлять волосы это не вредно я замучилась просто я из дома просто выйти не могла мне надо было либо закудрявить волосы либо распрямить это еще плюс трата с такого количества времени процедура не дешевая но мне результат понравился и тем более это на полгода я думаю что на моих волосах будет держаться даже больше волосы выглядят ухоженными я взяла у них также бессульфатный шампунь также взяла себе витаминки это уже не у них но для волос короче решила за собой ухаживать я вот столько процедур делала мне кажется самая крутая это как раз таки кератин для волос это настолько красивые волосы я просто люблю когда голова у меня зализана я обожаю когда волосы стекловидные когда они блестят как в рекламе это просто знаете обожаю дело в центре города в одной из лучших студий некоторые в комментариях мне писали о том что айка куда же ты пропал так давно не было контента и все дела некоторые были недовольны айка ты обещала что будешь часто снимать видео я уже наверное ничего не буду обещать потому что я обещаю потом не получается в общем так получилось сейчас расскажу вам вкратце куда я пропала так получилось что у меня на канале уже было 95 тысяч подписчиков на азербайджанском канале я спросила у своей аудитории что же вы хотите на 100 тысяч подписчиков точнее устроил опрос там было несколько вариантов первый вариант длинный влог на 50 минут или вы хотите каждый день по влогу в течение недели то есть неделя влогов или купить торт или встречи с подписчицей и как вы думаете что выбрала аудитория я больше всего боялась что аудитория выберет неделю влогов и они так и сделали в общем целую неделю каждый день мне приходилось публиковать туда новый контент получилось интересно классно и знаете не хотелось просто делать на отвалим хотела сделать действительно хорошо то есть длинные влоги насыщенные два влога я изначально подготовила у меня 100 тысяч стукнуло вот я каждый день снимала контент выкладывала поэтому у меня чисто физически не было времени сюда публиковать контент потому что я обещала мне нужно было как бы сдержать свое обещание а это оказалось не так просто как я ожидала поэтому получилось так что на этом канале почти контента не выходило но кто подписан на тот канал те в курсе а еще я решила что все влоги с того канала я буду переводить и публиковать сюда поэтому на протяжении какого-то периода будут выходить влоги и здесь кому интересно обязательно смотрите было честно очень вкусно это просто не может быть невкусно потому что здесь творожный сыр креветка авокадо на этом пожалуй все огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки писать свои идеи в комментариях что стоит снять в следующий раз всех люблю целую с вами была алька пока алька